Первых домашних матчей нового сезона болельщики Приморочки ждали давно. Команда довольно долго пробыла в разъездах. Сначала наши девушки взяли бронзу на Кубки Сибири и Дальнего Востока, затем успели неплохо отличиться на Кубке России, а потом даже отыграли пару игр начавшегося чемпионата. И вот желто-черные дома. Открыть сезон волейбола во Владивостоке предстояло с казанским «Динамо». Эта команда – второй состав одного из самых титулованных клубов России. Многие девушки здесь вдобавок представляют молодежную сборную страны. Но несмотря на такой внушительный статус, гости имеют максимально юный коллектив. Возможно, поэтому с самого начала казанцы не могли найти свою игру. Серия из двух матчей началась с небольшого рывка «Динамо», однако вскоре Приморочка догнала и в дальнейшем редко уступала сопернику. В итоге Владивостокский клуб одержал уверенную победу, отдав гостям лишь одну партию. Конечно, девчонка 16-летняя, играет с одной командой, опытной уже, которая уже играет. В прошлом году она играла в «Большей лиге», а очень тяжело. Мы сделали очень много своих ошибок за этого двоих. Ну, эта команда так и будет пока еще. То есть один день или одну партию хорошо, две партии плохо и так далее. Пока они еще молоды. Им нужно набраться опыта. После первой победы во втором матче желто-черные максимально раскрепостились. Если стартовая партия хозяевам досталась нелегко, 25-23, то остальное время наши девушки практически доминировали. Например, второй сет и вовсе закончился при счете 25-13. В итоге Приморочка закончила эту встречу в сухую, 3-0. Однако, по мнению наставника, был риск сыграть абсолютно иначе. В стрессовых моментах на площадке мы начинаем сваливаться на простую игру. И мы предсказуемо начинаем становиться командой. Вот это вот нам надо еще подтянуть, скажем так. То есть, и держать тот рисунок игры одинаковый, когда и большой отрыв у нас, и когда очко в очко идем. Успев отыграть всего четыре матча, Владивостокский клуб взобрался на шестую строчку Высшей Лиги А. Следующие матчи Приморочка проведет 24 и 25 ноября. Соперниками нашей команды будет бронзовый призер чемпионата прошлого года. Курский ЮСГУ Атом. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.